Петербургские депутаты выступили против коллекторов, то есть тех, чья профессия возвращает долги. Так вот, из законодательного собрания поступила инициатива запретить их работу. Да, уж очень много жалоб поступало в последнее время, даже от пенсионеров, о том, как жестокие сборщики платежей, об их угрозах. А чего стоит челябинская история, когда коллекторы парализовали работу больницы. Екатерина Иванова вспомнила еще случаи и узнала, какие шансы, что проблема разрешится. Выбить долг любой ценой с каждым годом коллекторы выдумывают все более изощренные методы работы с должниками. Для достижения своей цели они могут пригрозить взорвать детский сад. В случае в Ростовской области кажется чем-то из ряда вон выходящим. Парализовать работу целой больницы в Челябинске. Санитарка медучреждения не сумела вовремя отдать всего-то 5000 рублей. Либо вынести приговор жильцам подъезда, в котором, так уж получилось, поселился должник. По этой схеме работают по всей стране. И списать ругательствами подъезд, залить замочную скважину клей. Это так, для профилактики. Настоящая травля начинается потом. Звонки с угрозами превращают жизнь должника в настоящий ад. Найдут, покалечат, продадут в рабство. Методы работы не самые законные, зато эффективные. Заказчики в коллекторские агентства идут толпами. В Пензе, например, к профессионалам своего дела обратились коммунальщики. После писем с угрозами пенсионерке Маргарите Зуевой стало плохо сердцем. Она-то платит исправно. Впрочем, охотники за долгами ничего криминального в своих пламенных посланиях не видят. От критенции должнику говорится о том, что должник приготовься к более серьезным потерям. Таким, как деньги, силы, время, нервы не только ваши, но и вашей семьи. Вот это вот не угроза? Нет, а в чем здесь угроза? Навести порядок на рынке взыскания долгов решили петербургские депутаты. Говорят, приемные, буквально заваленные обращениями граждан. И ладно бы, были злостные неплательщики. Идут ведь к самым незащищенным. Пенсионерам, матерям, одиночкам, студентам. Коллекторов решили запретить. А все вопросы с должниками решать в судах. Деятельность коллекторов и коллекторских агентств без судебного разбирательства, безо всего, она уже принимает откровенно полукриминальный характер. Потому что так, как они разговаривают, особенно с людьми, с ветеранами, с другими, это не поддается никакому описанию. Охотники за долгами живут и работают по своим правилам. Им не надо получать лицензию. Если сотрудники вдруг перестарались и запятнали репутацию, всегда можно открыться под новой вывеской. Работа мечты. Поставить пару компьютеров, найти 10 дураков, которые только умеют говорить, больше ничего. И конкретно поставить задачу, планы на выбивание долгов. Алексей Смирнов уверяет, что долги не выбивает. Его фирма умеет договориться по-хорошему, через суд. В отличие от так называемых черных коллекторов. Мы не применяем силы вообще ни в какой степени. Во-первых, это портит репутационные риски нашего клиента. Это делается просто запрещено. Во-вторых, всегда физическое лицо может подать заявление в органы полиции, которым он нас поймает, свяжет. Того, кто угрожал взрывом детсадика в Ростовской области, кстати, вычислили и арестовали. Возбуждено уголовное дело. Найти и наказать. Пожалуй, единственный эффективный способ борьбы с обнаглевшими охотниками за долгами. А вот поставить крест на прибыльном бизнесе вряд ли удастся. Просто потому, что такого понятия, как коллектор, в нашем законодательстве не существует. Запрещать некого. Екатерина Иванова, Татьяна Бугачук, Игорь Бабчинский, Мария Гордеева. Пятый канал.